Значит, вопрос, почему у меня теплоэнергетика, а не термодинамика? Потому что термодинамика более широкая наука. Я буду рассматривать только переход тепла в работу, как говорится. То есть закрытые системы, которые можно использовать для получения двигателей. Сама эта проблема возникла формально в 1954 году, когда Президиум РАН посвятил, поручил Петру Кондратьевичу Ощепкову работу по концентрации энергии. Эта работа продолжалась формально в Академии наук до 1961 года. Потом в 1961 году произошла Хрущевская реформа, и она была выведена из Академии наук. Эта тема закрыта. Против этой темы выступали Капица, Арцемович и там. То есть это были тогда очень сильные сторонники термоядерной энергетики. Термоядерная энергетика, это так проблема не решена и не будет решена. Но проблема энергоинверсии, она так отложена. Мне удалось ее решить за один год, и потом вот 9 лет я как бы теоретический аспект ее изучаю. Очень, как бы, тут, как можно ее решить? Очень просто. Есть такая присказка индийская, как поймать трех львов. То есть нужно, ответ такой, нужно поймать пять и двух выпустить. В принципе, для того, чтобы найти какой-то цикл, который невозможно, никто не видит, можно исследовать все фундаментальные циклы теплоэнергетики, которые возможны. И в них должен быть, находиться и цикл энергоинверсии. Ну, проблема эта обострилась, потому что способы генерации эксергии у нас, так сказать, двух типов. Экзотермические и андотермические. Ну и экзотермические 200 лет привели к тому, что мы находимся, цивилизация там находится в тяжелом состоянии. Не буду углубляться. Попытка решить за счет проблемы энергетики, за счет электрических батарей солнечных, она для наших широт, так сказать, невозможна. Потому что широтная инсоляция у нас в два раза после 45-й широты, это широта Перекопа, Симферополя, она снижается в два раза. И то есть, по сравнению, мы никогда не будем, так сказать, конкурентно способны, если будем делать упор на ветровую, на солнечную энергетику. Ветровая энергетика у нас тоже слабее, потому что у нас мало, относительно мало приморских районов. Ну, я хочу сказать, что альтернативная энергетика в РФ, это породия кукурузной эпопеи Хрущева. Когда он хотел засеять кукурузу, не учитывая климатические особенности Советского Союза. Сейчас, значит, у нас большая проблема, вы знаете, то есть, вот президент требует прорыв, но прорыв — это новый технологический уклад. Потому что если у нас сейчас энергетика, как это, СИЗИПОВТРУД, мы производим больше антропии, чем собственной энергии. Потому что мы сжигаем высокоорганические соединения, получаем энергию и получаем антропию. То есть, если мы будем делать упор на цифровизацию, мы как бы ускорим наступление тепловой смерти Земли. Борьба в Академии наук за будущую энергетику в эпоху волюнтаризма. Вот тут есть как бы представлены широко, ну, не широко представлены борцы за термояденную энергетику. Ну, я сказал, Капица, Арцемович там. Например, Капица говорил, что термояденная энергетика тем хороша, что ее можно изучать бесконечно. Ну, вот в этом смысле. А Арцемович сказал, что наука – это удовлетворение своих... потребует своего любопытства за государственный счет. Ну, вот так, чтобы понятно. Вот выступали, так сказать, Петр Кондратьевич Ощепков и Академик Лондавов. Об этом очень мало известно. Но у него была, так сказать, он рассорился в 60-м году еще до своей аварии с Капицей. Как раз по этому поводу. Потому что Капица требовала от него теоретического обоснования термояденной энергетики. А он выступил и сказал, ну, это опубликовано уже после аварии. Он выступил и сказал, что термояденная энергетика перспектив не имеет. Вот, после он попал в аварию, но в 64-м году он опубликовал в статистической физике, в пятом томе, фундаментальный труд, где он различал, так сказать, энергетические процессы по циклу Корно и в термостатных условиях при постоянной температуре и давлении. Там есть 19-й, 20-й параграф, 5-й тонн. Я, к сожалению, закончил вчера только работу в 3 часа буквально, то есть писал, поэтому так у меня немного сумбурно. Ну, я взял как бы тут учебник физики, углубленный уровень, 10-й класс, вот современный, чтобы посмотреть, чему учат детей. И вот закон термодинамики примерно. Невозможно создать вечный двигатель первого рода, невозможно создать вечный двигатель второго рода, невозможно построить вечный двигатель второго рода, то есть двигатель, совершающий работу за счет охлаждения какого-либо одного тела. Ну, мы увидим, что это, так сказать, постулата опровергнута давно. Вот теорема Корно тут доказывается на основе вот этой схемы, что есть тепловая машина, холодильная, и по этой схеме, ну, как бы да. Но если мы включим регенерацию, то у нас получат другие результаты. Дальше, значит, вот хотел обратить таблицу на стандартные топливные элементы. Опубликована давно она. Тут интересно, что КПД топливных элементов, вот может быть, меньше единицы, то есть соответствует циклу Корно, может быть, единицы, соответствует, не соответствует циклу Корно, и может быть, два. Значит, я тут не привел таблицу, забыл, таблицу решения уравнения Ландау, гипса. Там как раз при, в интервале температур, температура Т нулевое, Т горячее, КПД циклов как раз получаются циклы. Цикл Корно, цикл эквивалентный, КПД равен единице, и суперпозиция этих двух циклов, тогда КПД стремится к двум. То есть КПД больше двух объясняется тем, что здесь существует два цикла, сумма двух циклов. А, так сказать, КПД, ну, естественно, не может быть цикла, больше единицы, потому что в цикле закон сохранения энергии соблюдается. Дальше, да, тут как-то мы перескатили. Ну, я просто показал, что учат детей, тут я говорю немного суббодно, я сейчас текст, значит, да, я вот вижу. Стандартные циклы, значит, лазерщики, они рассматривают квантовые переходы вместе в соответствии с машинами Корно. Значит, после того, как я уже сказал, что я решил исследовать все циклы, так сказать, и была преамбула, теперь, значит, основной доклад, то я взял четыре работы, то есть я прокрутил очень много работ, оказалось четыре работы, в которых изложены более-менее циклы. Вот работа Корно, значит, она включает три цикла. Это прямой, обратный, всем известно, и безозлучательный, который нигде не упоминается. То есть это объединение этих самых машин, вместе они работают безозлучательный цикл, он только вылезает в квантовых переходах, там тоже есть безозлучательный цикл. Второе, на что обратить внимание, что циклы все инверсионны, то есть из теплового двигателя можно получить насос СПН-версии, то есть отражением относительно горизонтальной плоскости, а потом вторым отражением относительно вертикальной плоскости для получения заряда. Зарядовая комбинаторика, по-моему, называется. И мы видим, что циклы Корно, они все имеют аналоги по квантовым переходам. Ну вот здесь, да? Понятно. Дальше. Да, то есть обратим внимание на третий цикл, который нигде не упоминается безозлучательный. Фактически это резонатор. Ну в резонаторе происходит, мы знаем, механическое превращение постоянной тепловой кинетической энергии в потенциальную и обратную. То же самое, значит, у Корно происходит. Превращение постоянной теплоты в работу и работы в теплоту. Свойства резонатора, они необычные, и чем они объясняются? То есть если вот мы возьмем из радиотехники и посмотрим, то там вот это среднее уравнение и выхода равняется и падение, умножить на коэффициент усиления мощности, разделить на знаменатель. Единица минус бета, это коэффициент обратной связи, умножить на коэффициент усиления. И получается, что если бета на кум стремится к единице, то у нас начинается рост мощности бесконечности. Это свойство любого резонатора. Поэтому резонатор, который не включается никогда и нигде в термодинамике, он имеет особые свойства и придает особые свойства циклам. То есть это и будет дальше показано. И я тут хотел вспомнить как раз Смирнова Анатолия Павловича. То есть я с ним познакомился в 2009 году, в 2010 мы встречались на Конгрессе у атомщиков города. И вот я знаю, что он интересовался проблемой третьего закона Ньютона. То есть что согласно Ньютону, как он говорил, он читал, формула F центростремительная на скорость центростремительную равняется минус сила центробежная на V центробежная. Это, ну, я так, у меня это висело в голове. Я как бы тоже все так не думал, но когда я вот начал цикл изучать и дошел до резонатора, у меня все это как бы сомкнулось и прошло. Я понял, что здесь Ньютон имел в виду резонанс мощности. То есть если мы перемножим эти силы, то у нас появится мощность и слева и справа. Мощность центростремительной силы равняется мощности центробежной. То есть когда они равняются, то наступает резонанс. Вот мы видели по предыдущей формуле. И в то время это было, ну, да, действительно такое очень большое открытие. Кстати, оно было фактически реализовано, ну, там, через 50 лет, наверное. Где-то он умер в 20-х годах, 1720-е, там, похоже, наверное. То есть когда было реализовано регулятор УАТа, это как раз фактически резонанс мощностей. То есть вы знаете, что при определении при большой скорости начинает, значит, подниматься. То есть центробежная сила превышает центростремительную. И когда там со слоночкой закрывает, то наоборот. Вот это было реализовано. И в то время это действительно было очень замечательное открытие. Но оно, как мы знаем, не освещено. Так же, как и третий цикл Корно, оно в литературе нигде не встречается, не упоминается. Только у самого Корно. Дальше, значит, Корно мы прошли, идет Клазиус. Клазиус, значит, эквивалентный цикл. Клазиус открыл эквивалентный цикл. То есть теплота, сумма теплоты в цикле равняется работе. Значит, вот я нарисовал слева этот цикл. А справа, если мы его подвергнем инверсии, вот по этим призам, то мы получаем тепловой мазер, схему теплового мазера, который есть в литературе. Значит, в сборнике терминов и обозначений академическом методическом такое, 1984 года, там упоминается три цикла. Цикл Корно, цикл Корно обратно и регенеративный цикл. Регенеративный цикл, у него особенность, он не имеет холодильника. Значит, КПД его равен единице. Ну вот, нарисовали регенеративный цикл, значит, сделали его CP-инверсию, получили схему теплового лазера. То есть, опять же, регенеративный цикл у нас известен, хотя бы с 1984 года упоминается, но нигде широко не применяется. Хотя это тот самый цикл, который искал Ощепков. Ну, и того, это вот я впечатляю, какие фундаментальные энергетические циклы. Обобщенный цикл Корно, обратный цикл Корно, регенеративный термодинамический цикл. Это и есть методички. Так, регенеративный цикл. Ну, дальше, что это самое, все паралогизмы ВНТ, они все не являются. Это то, что из книги, как раз из учебника. Ну, энергетические ресурсы Земли, а, да, тут не ограничены, потому что годовая солнечная редакция... У нас в гидросфере скрыто 170 солнечных лет поступления энергии. Ну, собственно, основные выводы... Да, что программа, которая поручена была Академии наук Петрук Кондратьевича Ощепкова, она сейчас разрешена. Цикл этот самый, на этот. Собственно, вот и все. Спасибо большое.